Всем привет! Кто любит мопеды, велосипеды, решил заснять вот такое видео. Это мой велосипед, друг в одном лице. Сезон уже подошел к концу. Ребята, вот немножко хотел поговорить, подытожить. Откатал я, в принципе, неплохо на нем. В этом летом у меня были в основном проблемы с карбюратором. Стоит у меня карбюратор. Вот такой карбюратор, в общем, К60В. И у меня, значит, подсасывал воздух, сейчас вам скажу, так вот отсюда, с этой части крышки. Еду, еду, бац, она раз заглохла. Или, ну, заводится, допустим. Заводится, то нормально схватывает, то где-то с раз и пятого, к примеру. Ну, потом посмотрел, вот, постоянно мокреньким, влажный мокренький был. В общем, когда я вот это уже снял его, значит, вот эта сама прокладка, это крышка, крышка, да, в общем, я взял это стекло, ну, ровная очень поверхность, у кого чего есть-то, вот, положил на свет, но она была кривая, вот, она была кривая уже. На ровную положил поверхность и уже на нее шкурку положил и стал ее притирать. В общем, я ее притер. Сейчас она прям, ну, нормально, идеально. Я думаю, подсасывать нигде не будет. В общем, я уже, как говорится, немножко подготовил, уже снял и подготовил. Значит, ну, что здесь еще можно сказать? Шланги, ну, конечно, они дубовые становятся, вот, они дубовые где-то уже, наверное, через, как вы поставили, через неделю уже будет твердость ощутимо. Ну, стоят вроде бы, пока и стоят, но в планах, может быть, поставлю другие уже. Вот, в основном, у меня была проблема с этим карбюратором, но мне нравится, как он работает, какой звук издает, то есть, по сравнению со стоковым, который вот был, этот мне больше, кажется, подходит. Так, ну, давайте пробежимся теперь, что у меня тут было. Ну, вообще, ну, ручки, допустим, да, ручки, как говорится, сами по себе, они удобные. Сначала они мне никак не нравились, а потом, как говорится, уже почувствовал, и они, одна ручка немножко ходуном ходила, но через полгода пластик, как говорится, от времен года сжался и сел. Ну, ручка газа, как я тогда вам еще в предыдущих видео говорил, она у меня лопнула, когда я тут стал затягивать, но потом поставил хомут, от манитола взял, стянул, вообще проблем нету. Так, ну, что еще у меня? Значит, вот эта крышка бака, сама по себе, сама по себе, вот эта вот резинка, она просто вот дерьмо-дерьмо, можно сказать. Она вся, вот так, знаете, даже это не резина, а вот как вот пластик с резиной. Резина, наверное, процентов 30. В общем, она вся расслабляется. Вот, то есть за ней, как бы, я так понял, следить надо, чтобы туда ничего не попадало. Ну, потом я здесь планирую по тормозам поставить, ну, потому что, ну, да, клещевые нормально, как говорится, но все-таки в e-brake они как-то поувереннее. У меня этот велосипед складной сам по себе, значит, бак-то я устанавливал. Это была железка у меня сделана из качелей, ну, знаете, на улице качели такие есть, это самое, для отдыха. Вот, кто-то выбрасывал, вот я отпилил трубу, она как раз идеально посыпала, ну, подошла сюда, под бак встала, и вот эти крепеж тоже откачели от этих. То есть, вот так вот, видите, как я сделал, может, кто-то, как говорится, на заметку возьмет, кому-то что-то пригодится. Значит, дальше тут на выхлопная труба, это старая ручка, вот, я ее разрезал и прикрепил. Ну, коленка бьется, как бы, это более лучше и смотрится, и нога не так обжигается, как быть, ну, лучше. Здесь я на клей поставил, это все время от резинка, втулка вот эта вот вылезала, клей у меня тут был. Здесь провода у меня, я не знаю, на мой взгляд, что которые вот эти провода тут идут, клеймы, они как-то вот хиленькие, хиленькие, вот. Два раза я их вытянул, на второе уже такой зазор был, то есть, и не особо не поджимались, и, в общем, я взял это и просто скрутил, вот. Сезон ответил, все идеально, даже проблем с этим не было. Но крепеж у меня здесь, сами понимаете, вот так, при помощи пластины, хомута большого. То есть, никуда ничего у меня ни влево, ни вправо не уходило. Ну, возможно, конечно, сделать сюда, наварить трубу, вот, то есть, под стандартное вот это вот крепление, трубу наварить, и, как бы, у вас будет штыка и будет, ну, как положено, к ране. Ну, это в планах. А так, вот здесь я еще сделал, кто смотрел предыдущие видео, сделал вот эту конструкцию такую, как говорится, ну, опора дополнительная, чтобы влево не падал у вас двигатель, то есть, отстояло вообще даже и ничего, никуда не поправлял, ничего не съезжало. То есть, конструкция, в принципе, для себя, ну, оправдала. Вот, может, даже где-то круговат, но дело из того, что было. То есть, идеально. И с той стороны, у меня тоже стоит тоже такая промо-опора такая, я бы сказал бы. Вот. Ну, просто крепление, как говорится, здесь были, я вот решил, как говорится, дополнительно, ну, как дополнительные колеса, грубо говоря, для велосипеда. С одной стороны и с другой стороны. Дальше у нас вот здесь люфт такой вот этот вот. И здесь я взял резинку. Здесь у меня резинка такая идет, как говорится. Это я с подводки сгибкой. Если кому надо, возьмите на заметку сюда поставить. Ну, как служит, как пыльник. Так, ну, здесь, конечно, у меня идет натяжитель. Ну, сейчас он как успокоитель, а был у меня как натяжитель. Ну, это я его сейчас уже просто так поставил. Вот. А так у меня был здесь натяжитель, стояло просто вот на этих, на пружинах. На пружинах было. То есть, отходило, в принципе, неплохо. Вот. И ничего не испадало, ничего не вылетало. Ну, я, просто я сейчас уже как бы снял это все дело и, возможно, может быть, я немножко укорочу вот эту цепь на одно звено, потому что все-таки она растягивается. Да, и вот кто какую цепь ставил, кто какую цепь ставил, ну, только не стоковую, потому что вот эти все стоковые, они, ну, все тянутся, вытягиваются. Другой марки, кто какие покупал, там, напишите комментарии. Я, конечно, просчитаю. Вот. Возможно, ну, что-то буду приобретать потом. Ну, ножка вот я еще поставил от старого велосипеда. То есть, идеально. С ложкой вообще хорошо. Возможно, конечно, вот эту вот подставочку заменить на более широкую. Может быть, кто-то брал у кого на Алиэкспрессе, там ссылочку можете бросить или еще что-то. Более широкую такую, знаете, поставить. Советских времен. Ну, здесь я еще глушитель трубу эту вывел вот так вот, потому что, ну, как бы, она в ноги тут эта, а я газа выходит. Я немножко ее удлинил и получается, что она выходит и смазывает у меня еще и цепь велосипедную. Вот. То есть, удобно. Глушитель я тут при помощи металлической планки притянул. Звезда у меня стандартная, 44 зуба стоит. Ну, как бы, основное такое все. Ну, да. Багажник обычный. А, ну, сиденье. Сиденье, да, широкое такое. Тоже неплохое, нормальное. Поставил брызговик вот на переднее крыло. Вот. От автомобиля советского Нива было написано. То есть, удобно. Пыль не летит сюда, а то в ложу проезжаешь или на глушителя, или даже на объивателе вылетает. То есть, не очень удобно. Сейчас вообще идеально. Спицы стоят усиленные, 3-х миллиметровые. То есть, не как на велосипеде тонкие. Потому что тонкие были, они, ну, гнутся. Вес у меня там от 90, так скажем. Вот. С этими спицами проблем не было вообще. Здесь еще забыла рассказывать про фильтр. То есть, про карбюратор. Я вам сказал. К-60 у меня стоит. Вот. И фильтр. Вот. Значит, фильтр у меня, то есть, нулевик. Нулевик, да. Но, тут было посадочное гнездо 48. Ну, то есть, я его приспосабливал под старый стоковый карбюратор. Вот. Ну, для того, чтобы его не выбрасывать, вот. Значит, я вот такую приспособу сделал. То есть, вот эта манжета, манжета, она сантехническая. То есть, в Леруа Мерлин их много продается манжета. Вот. Они в трубы, в эти, в ванной комнате, туда, куда, в трубу, куда слив идет. Вот эта манжета, она и служит для этого, по идее. И она встала сюда очень легко, удобно. То есть, вот ее даже, я не могу ее отсюда вытянуть. Вот. Ну, а здесь уже я, у меня была труба пластмассовая. Вот. И спокойно сюда вставил. То есть, ну, немножко изолентой там намотал для плотнения. Все. То есть, конструкция, вот она, мертвая. И встает она спокойно, как говорится, уже вот сюда встает в этот, в карбюратор. И притягивается уже хомутом. Ну, и сюда я еще надевал, вот, обычный носок. То есть, ну, как, типа, дополнительный пыльник. Ну, потому что, как бы, там, сетка большая, крупная. Вот так вот я накрывал это все дело. И у меня, вот, целый сезон я вот так вот и ездил. Проехал, промыл, все чисто. Вся пыль у вас здесь, сверху. А, ну, свеча еще у меня стоит СЖК. СЖК. И вторая у меня свеча есть наша обычная, А11. Ну, вот, собственно говоря, вот такое видео я, как бы, заснял. Вот. Все, что было, все, что случилось у меня в этом сезоне. Вот. В общем, я вам рассказал, поделился или выговорился. Кто как хочет, тот так и понимает. Еще момент, да, вот, где мне еще? У меня еще, вот здесь вот, где свеча закручивается, свеча закручивается, и я смотрел, что у меня отсюда, отсюда, снизу, немножко, как говорится, но пузырится. То есть, пузырится. Сначала мокло, пузырится. Вот. То есть, по-любому подсасывает воздух. То есть, подскажите, что делать? Крышку эту менять? Или, может быть, там, прокладку на свече эту металлическую? Ну, вообще, что лучше? Или, может быть, брак этой самой крышки изначально? То есть, литий, вот, сами понимаете, такое все. То есть, напишите там, кто чего там делал. Может, у кого-то чего было. Ну, все, ребята, буду закругляться. Всем пока. Пишите. С удовольствием отвечу. И, как говорится, тоже на заметку возьму. Всем пока-пока.